Всем здравствуйте! Вы снова на канале Хитсад ТВ. Тема нашего ролика сегодня это про кашпо с автополивом. На самом деле это не автополив, это система контроля полива и дренаж. Поговорим сегодня об этом. Озоны или кашпо бывают разных размеров, форм. Поговорим немного об устройстве. Что самое основное? Это дренажная корзина, которая устанавливается на дно горшка. Система контроля уровня воды. Здесь имеется поплавок, то есть когда в горшке воды много, поплавок достигает максимального значения. Когда мало, достигает минимального уровня. И дренаж. Как посадить цветок в такое кашпо? Сначала устанавливаем дренажную решетку на дно, затем помещаем слой дренажа, сажаем цветок и обязательно первый раз нужно полить максимально, чтобы ваш ярлычок достал верхнего значения. Дальше идет уже авторегулировка. То есть вы уже смотрите значение и понимаете, в какой момент стоит полить растение, когда ваш ярлык на минимальном уровне. Все кашпо с автополивом бывают разных размеров форм. Вот, например, вот такое вытянутое кашпо подходит для уличных балконных растений. В комплект также входит дренажная решетка, сам дренаж и устройство контроля полива. Бывают вот такой квадратной формы, то есть здесь корзина уже тоже имеет соответствующую форму. Бывают вот такие круглые и для самых маленьких цветочков. О больших кашпо мы поговорим в другом месте. Для крупных цветов в доме или офисе подходят большие кашпо с автополивом. Все та же система, дренажная корзина, система контроля полива и дренаж. Именно с кашпо с автополивом вы забудете о своих проблемах. Давно ли вы поливали цветы, много или наоборот мало. Все они, несмотря на свои габариты, имеют легкий вес, готовленные из пластика и просты в применении. На каждой упаковке имеется инструкция, обязательно ее используйте. После этого видео я точно куплю свой любимый цветок пуансетти и посажу его именно в кашпо с автополивом. Позаботьтесь о своих любимых растениях. Всем удачных покупок! До новых встреч на нашем канале!